29 марта Я сейчас почитал, пишет Шевцов, я сейчас почитал англоязычные комменты под видео либерального издания The Telegraph, где скрюченных террористов завозят в суд. Там никто не пишет про досудебные избиения, про пытки и другие нарушения прав преступников, и вот почему. На Западе террористы буквально ноют в прессе, что у них старый PlayStation и серийные убийцы выходят через 15 лет. На Западе главу криптобиржи приговорили больше, чем серийного убийцу. Сюр. Системы, где финансовое мошенничество тяжелее, чем убийство, также нездоровы. Люди на Западе устали от безнаказанности, где педофилы, насильники и прочие нелюди выходят под залоги и сидят меньше финансовых преступников, либо вовсе избегают наказания по ряду факторов. Я не знаю, как можно... А шо не так-то? Значит, прочитать... Как можно написать такой пост, не будучи на зарплате у Кремля? Тьфу, бля, подожди. А че не так с постом, я не понял сейчас. Че, какая зарплата Кремля? Не, ну, я как бы очень хорошо знаю Шевцова, и я могу подтвердить, что никакой зарплаты от Кремля он не получает точно. Че, бля, что не так-то в этом посте? Все же по факту. Не понял. Типа, я вообще это не понимаю. То есть, если есть страна, где буквально серийный убийца, бля, сидит 15 лет и выходит, это Российская Федерация. И Российская Федерация тоже, да, есть такая хуйня. И ладно, еще на 15 лет. Так убийца сажают, бля, на 5-7, а еще и по УДО потом выпускают. Или если на СВО-шку сходил, все, давай, свободен, еще и героем станешь. Ну да. Но это же не значит, что и на Западе нет теперь проблем, или не нужно эти проблемы обращать внимание. Тем более, что Шевцов-то живет в Европе. Поэтому, как бы, да. Букву, в самом буквальном смысле. И речь даже не про случаи коррупции, как там. Вот Цапков мы обсуждали сегодня, да, там, Цеповяз, всяхуйня. Но это даже дело не в этом. Не, ну то Шевцов-Конторский, не. Это сильно, это, конечно, сильно. Если взять там Мохова какого-нибудь, Скопинского маньяка, который двух несовершеннолетних девочек похитил, держал в подвале и ел несколько лет к ряду, он сидел меньше, чем Варк Викернис сидел в Норвегии. Так, а кого там, Навального-то, на сколько посадили? На 30 лет? В общей сумме. И сколько бы он еще сидел, если бы не умер? Да? И, опять же, насильники, пи***хилы, убийцы. Сидят с меньшим сроком. Реально. Что бы вы понимали? Стрим инсайд? Шо такое-то, б***ь? Ничего же не произошло. Чего стрим инсайд? Там про меня? А то что-то отвлеклись. То есть, это даже если вынести за скобки все взятки, вынести за скобки, б***ь, чувака Вагнер, Штормзен, б***ь, всю вот эту. Нет. Просто, б***ь, по дефолту и в относительно мирное время, б***ь, маньяки, убивающие людей, ты можешь, б***ь, в РФ съесть человека, б***ь, убив его. Ты все равно пожизненный за это не получишь. В США ты получаешь, б***ь, пожизненный. Ты за одно убийство можешь пожизненный получить. В Техасе ты, б***ь, за одно убийство можешь электрический стул получить до сих пор. Просто. Ну, это же, тут либо какой-то, б***ь, дебилизм, либо, ну, это реально рупор какой-то ватной пропаганды. А, б***ь, а что Шевцов-то не так сказал в данной ситуации, я не совсем понимаю. Там же речь даже не про Америку шла, б***ь, в словах Шевцова. А в Европе, б***ь. Ты же, ну, как можно постоянно ездить в США и так уху нести? Стул еще применяют. Я думал, везде сыворотка смерти. Кстати, справедливости ради, может быть, заменили на казнь через инъекцию. Это все в корне меняет, конечно же. Только сейчас узнаешь, что все в красавчик, ты, к***ь, это гораздо ватнее, чем предыдущие его посты. Раньше, что он просто писал про... Класс, братишкин, здорово, здорово. То, что у РФ б***ь оружие, б***ь, планцеты, п***ь. О, кто? Пинцеты, как бы, и все. Ну, ладно, все, ладно, все. Я не буду больше с Шевцовом общаться. Раз у нас он конторский, все. Я его прямо сейчас удаляю с друзей. Пошел...